Карантин в Украине, хоть и с некоторыми послаблениями, продлится до 22 июня. А это значит, что в стране все еще необходимо аккумулировать все возможности, чтобы если не одолеть до конца коронавирусную инфекцию, то по крайней мере приспособиться к новым условиям жизни. Об этом хорошо знают в клинике Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета и Центре по борьбе с коронавирусом. Накануне там презентовали иммунный паспорт Одессита и продемонстрировали новую партию тестов для выявления антител. Более подробно о новом социальном проекте Украинской морской партии Сергея Кивалова в материале наших корреспондентов. В Одессе стартовал новый социальный проект иммунный паспорт Одессита. Это документ будущего, говорит инициатор внедрения такого паспорта в нашем городе лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Именно почетные граждане Одессы и Одесской области вместе с командой Украинской морской партии получают такие документы первыми. Я получил иммунный паспорт Одессита, или как его называют, паспорт здоровья. Это новое, это социальный проект, который сегодня предложила Украинская морская партия совместно с Международным гуманитарным университетом и Национальным университетом юридической академии. Мы находимся в центре по борьбе с коронавирусом и мы предложили всем вот такие новшества. Сегодня многие страны говорят о необходимости введения иммунных паспортов или паспортов здоровья COVID-19. Германия, Италия, Великобритания и США обдумывают использование подобной концепции для перезапуска своей экономики. В Эстонии уже начали испытывать цифровые паспорта иммунитета. Результаты тестов послужат одним из ключевых факторов выдачи такого документа. Ту работу, которую мы начали почти два месяца назад по проведению тестов для жителей Одессы на предмет появления антител к коронавирусу, сегодня очень актуальна во всем мире. И сегодня ставят вопрос о том, многие страны, о внедрении так называемых иммунных паспортов, в которых будут отражены данные о наличии иммунитета, антител к коронавирусной инфекции, которые позволят людям чувствовать себя более безопасно в окружающей среде, посещать общественные места, магазины, ходить на работу. И сегодня мы эту работу дальше продолжаем. Особую важность иммунные паспорта могут иметь и для пересечения государственной границы, которая рано или поздно будет открыта. Для путешествующих украинцев документ будет незаменимым. Проект, который реализуется сегодня в Одессе, стартовал в Украинской морской партии Сергея Кивалова и Международного гуманитарного университета. Жизнь вносит свои коррективы. Если еще вчера мы понимали или не понимали, для чего это нужно, то из-за пандемии, из-за ситуации, в которой оказались все страны, весь земной шар, мы понимаем, что это реальность. И это уникальный проект иммунный паспорт Одессита. В клинике Международного гуманитарного университета при поддержке морской партии каждый Одессит может абсолютно бесплатно пройти тесты на антитела. Это всего лишь один из проектов Украинской морской партии Сергея Кивалова, который реализуется в нашем городе. Хочется причем отметить, это, знаете, не связано с какими-то конкретными событиями. Это программа, которая действует на протяжении всех тех десятков лет, на протяжении которых существует политическая партия. И Сергей Васильевич Кивалов, как почетный граждан города и области, он озабочен серьезно и здоровьем населения, и рядом социальных инициатив. И это все реализуется, это все реализуется успешно. Мы сейчас все с вами находимся и живем в непростое время. И все надеемся на то, что в ближайшее время будут открыты границы. И Одесситы смогут свободно перемещаться по миру. И для того, чтобы проходить паспортный контроль в аэропортах мира, нужно будет подтверждение того, что у вас нет тех или иных заболеваний. Человек, переболевший коронавирусом, сможет предъявлять паспорт, как доказательство, что он не опасен для окружающих и сам не рискует заразиться. А выявить это можно благодаря новым тестам, которые закуплены Одесским медицинским институтом МГУ и Центром по борьбе с коронавирусом. И выпускает высокотехнологичная компания Сингвэй Биотек и НК. Тестирование одесситов будет осуществляться совершенно бесплатно. Самое важное, что они сертифицированы уже Министерством здравоохранения. Вот здесь вот этот знак, это знак качества. То есть рекомендован для всех стран Евросоюза. Прошло апробацию. Я знаю, что президент нашей страны рекомендовал бесплатно проводить. Но он рекомендовал это, допустим, государственным учреждениям. У нас в государственных учреждениях практически нет этих тестов. А мы закупили, мы заплатили деньги и каждого одессита можем сегодня протестировать. Когда результат теста готов, соответствующая запись вносится в иммунный паспорт одессита. Ваш тест отрицательный. Антител в крови не выявлено. Вы полностью здоровы. Тестирование позволит выявить наличие антител в организме коронавирусной инфекции. Ученые полагают, что антитела у перенесших болезнь пациентов дают им определенный иммунитет перед повторным заражением. Эти люди менее восприимчивы к заболеванию. Никто, подчеркнув, в Украине еще не делает. Мы же университет. У нас университетская клиника. Мы первые сделали это. Я горжусь, что мы идем впереди. Я горжусь, что мы реально оказываем помощь гражданам Одесской области. Кроме закупки тестов, в Одесском мединституте МГУ уделили серьезное внимание и выбору медицинского оборудования для отделения интенсивной терапии. Мы видим сегодня, как были созданы, какие были созданы условия для тех людей, которые окажутся в наиболее тяжком положении. Состояние здоровья их будет требовать искусственной вентиляции легких. Мы находимся сейчас в палате интенсивной терапии. На данный момент в палатах интенсивной терапии установлено несколько аппаратов ИВЛ, СД, Айч-30. Эти аппараты относятся к экспертному классу. Всего два месяца назад здесь располагалась лекционная аудитория, которая в оперативном порядке в связи с пандемией была переоборудована в отделение интенсивной терапии. Теоретический класс рассчитан был на 175 человек. Вот мы его поделили, и вот сегодня получились такие палаты. Отделение интенсивной терапии обеспечено инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности пациента, уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. Это нам предоставили волонтеры, которые придумали этот прибор, для того, чтобы мы учили врачей, как правильно и безопасно работать с больным, у которых есть аэрозольная инфекция, в данном случае коронавирусная. Таким образом, когда пациент в силу разных причин выделяет огромное количество вируса, врач может вдохнуть, он может попасть ему в глаза, на слизистую нос и тому подобное. И вот эта конструкция обеспечивает безопасность для врача. И врач может проводить все манипуляции соответствующие. Вот, да, абсолютно безопасно, потому что все это останется здесь. Потом это все обрабатывается, и таким образом врач не заражается. Приобретен мобильный оксигенератор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом в случае его транспортировки. В палате также используются возможности телемедицины. В режиме реального времени врач сможет наблюдать все изменения и давать соответствующие команды медсестре для выполнения необходимых манипуляций. Все обратившиеся в клинику мединститута Одесситы получат квалифицированную консультацию докторов, кандидатов медицинских наук Одесского мединститута Международного гуманитарного университета и не только по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, но и других заболеваний. Процедура диагностики здесь проводится с соблюдением всех правил безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Это касается и палаты физиотерапии, куда также доставлено современное и надежное оборудование. Вот такой датчик, как нам рассказывали физиотерапевты, даже нет в самых сильных санаториях города Одессы. Ну, все передовое, самое лучшее должно быть в нашей медицинской клинике, нашего университета. Это электрофорез, это амплипульс, это магнито-лазерная терапия, это магнито-лазерная терапия плюс ультразвук. Причем электрофорез двух модификаций при острых и при хронических процессах. Работа с современным медицинским оборудованием, которое используется при лечении пациентов с вирусом COVID-19, требует определенных знаний и опыта. С этой целью на базе клиники Одесского медиинститута Международного гуманитарного университета стартовали обучающие курсы для врачей, работающих в медицинских учреждениях Одессы. Проект реализуется при участии специалистов факультета после дипломного образования врачей. Преподаватели, наша профессура Международного гуманитарного университета обучают врачей, которые сегодня работают непосредственно с пациентами. Таким образом, сегодня Украинская морская партия Сергея Кивалова совместно с Международным гуманитарным университетом и Одесской юрокадемией продолжают делать все, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в нашем городе и оказать максимальную помощь жителям города Одессы и Одесской области.